Как же прекрасно просыпаться под шумом моря, пенья птиц. Доброе утро! В отеле стоит стойка рекламная, предлагают различные экскурсии по всем направлениям. Расценки надо уже узнавать непосредственно у гида. Примерные расценки. На экскурсии. Если кому-то интересно, поставьте на паузу, приблизьте. Итак, сегодня у нас пятый день наших экскурсий. Сегодня по плану город Сухум, столица Абхазии. Обзорная экскурсия. И также какие-то еще будут источники в селе Черниговка. Посмотрим, насколько интересным будет сегодняшний день. Оставайтесь с нами. Красавица. Она не сидёт, а это пыльнички. Коровки гуляют по дорожке. Мы сделали первую остановку по пути в Сухум. На такой природной смотровой площадке. Сейчас вам покажу эти красоты. На горизонте уже виднеется город, река. Дорога сюда серпантинная. Я скажу честно, даже немножечко укачала. Но виды стоят того. Дорога сюда серпантинная. Дорога сюда серпантинная. Мы с вами субтитры делал DimaTorzok. Сухум. Сухум. Сухум – это столица современной Абхазии. Расположенная в 107 километрах от российской границы. На берегу Чёрного моря. Один из древнейших городов мира. История которого насчитывает более 2,5 тысяч лет. На протяжении многих веков на этой земле происходило смешение культур и традиций различных народов. Одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей экономики Сухума, как и Абхазии в целом, является туризм. Приносит в бюджет до трети налоговых поступлений. Нас привезли на центральную набережную города Сухум. Сейчас самостоятельно пройдем, посмотрим достопримечательности и поделимся ими с вами. Если останется времечко, запустим квадрокоптер и выпьем по кофейку. Говорят, тут кофейня, в которой даже президент может прийти и попить кофе. Набережная Сухума – это одно из самых красивейших мест в городе, где постоянно прогуливаются местные жители и туристы. Также она известна как набережная Махаджиров. Такое название было получено в честь мусульман, которые по приказу российского царя были вынуждены переселиться в эти места после Кавказской войны. Фонтан Грифоны располагается в городе Сухум на центральной набережной, рядом с драматическим театром. Фонтан был взведен в 1947 году, его можно часто видеть на фотографиях советских отдыхающих. Мимо фонтана трудно пройти, гуляя по набережной. Сегодня это место активно облагораживается. Здесь появляются кафе и рестораны, большая часть дороги уже выложена плиткой. А еще нас предупредили, и мы также предупреждаем вас, что в Абхазии, в частности в Сухуме, очень много цыган. Я ничего не имею против ни одной национальности, но здесь они именно могут вас обмануть. Будьте осторожны. Вот такой вот старый разрушенный пирс с такими прекрасными обитателями. Надеюсь, вам видно количество чайчик. А-а-а, вот это дерево. Вчера наш гид рассказывал нам вот про такие деревья. Первый раз, когда мы увидели, мы удивились, почему у дерева нет коры. Это эвкалипт. Называют его в простонародье бесстыдница, потому что у него нет коры. Данный вид эвкалипта был завезен специально для осушения заболоченных берегов, местности, территории Абхазии. В общем, это дерево настолько впитывает влагу из почвы, что кора на нем просто не успевает нарастать, а скручивается такими трубочками и опадает. Конечно, растительность в Абхазии просто бесподобная. Еще один пирс. Вот такое заброшенное здание. Это старое здание морвокзала. Чаечки полетели. И здесь у соседнего пирса разместился вот такой вот новый терминал морского вокзала в виде лайнера. Здание морского вокзала было построено в 80-е годы в форме корабля и строилось по проекту, разработанному в Институте архитектуры и искусства в Ленинграде. В советское время Сухумский морской вокзал принимал теплоходы и небольшие корабли из множества городов на побережье Черного моря, а после грузино-абхазской войны оказался заброшен. Сухумсусы. Сухумсусы. Ребята, делимся с вами чудесным местом, куда можно зайти купить. Прекрасные подарки по очень приемлемой цене. Очень много ювелирных изделий с камнями, с натуральными. Мы зашли с Юлей и купили подарочки практически всем. Есть сувенирная продукция, керамика, натуральные материалы. В общем, имейте в виду, гуляя по Сухумской набережной, есть вот такой замечательный магазинчик. Музыка Музыка Мы купить кофе не успеваем, нужно уже бежать обратно, но имейте в виду, прямо рядом с колоннадой вот такая вот кафешка, называется Брехаловка. Музыка Именно там самый отменный кофе в Сухуми. По крайней мере, как нам сказал наш гид. Что, ты все-таки пошла за кофе? Ну, пойдем зайдем. Надеюсь, нас сильно ругать не будут, если мы опоздаем. Покажешь свою кофе глиссе? Выглядит аппетитно. Ну, мороженое не считает, с кофе пей. Бодрит. Крепкая, да? Крепкий. Но мороженое сглаживает. О! Короче, обращайтесь. По пути мы заехали в поселок Мерхиул. Здесь Мерхиулский источник. Любой желающий бесплатно может подойти, либо просто попить, либо набрать с собой водички в дорогу. Вода очень полезна минералами. Помогает тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. В общем, лечебный источник. Вод в Абхазский внедорог. Что это такое, знаете? Ну, не знали. Что это? Арбан. Правильно, Арбан. Не сказали, что ли. Валентин. 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 Что вы туда пройдете? Валентин. Валентин. И самое главное, очень вкусное. 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 Вкусное, где где вам девочка? Ну, потом мучка. Очень хорошо. По пути в Черниговку нас завезли перекусить. Вот такой вот кафе. Цены довольно-таки демократичные. Вот если посмотреть насквозь, видно кухню, где мужчина на мангале готовит шашлычки. Сейчас попробую подойти поближе. Можно снять? Вот они, красавчики, лежат. Ну всё, я буду шашлык. Крутится сверху мяско. Вот наподобие, как мы вчера были в гостях у местных, только здесь этот очаг гораздо больше и готовится на нём гораздо большую ячину с блюдами. Умывальник, произведение искусства. Так, мы заказали шашлычок. Учтите, что порция это три больших кусочка. Если вы любите побольше, то тогда каждый себе заказывайте. Мы заказали один шашлык на двоих. Вот такие баклажанчики и овощной салатик. Также в этом кафе есть дегустационный зал, где вы можете продегустировать различные напитки местного производства и приобрести себе или как сувенир с собой в красивой бутылке. А мы добрались до Черниговки. Сейчас пойдём на прогулку в ущелье. Ущелье или село Черниговка это относительно новая достопримечательность в Абхазии, оборудованная для туристического посещения и ставшая уже очень популярной. Сюда возят большие группы туристов, можно приехать и самостоятельно. Эта природная достопримечательность – небольшое красивое ущелье, по дну которого протекает горная река. Вдоль него оборудованы дорожки и лестницы, смотровые площадки и беседки, освещение, в общем всё, что необходимо для лёгкой и безопасной прогулки. Также при входе в ущелье находится знаменитая Апацха – ресторан «Асир», где готовят шашлык, местные блюда, есть свой винный погреб с домашним вином. Черниговка – одна из самых любимых туристами достопримечательностей в пригороде Сухома. Крутые скалы, с вершин которых устремляются нить с водопада, обрамляют поросшие величественными деревьями ущелье. Ущелье образовала горная река Мачара. В районе деревни Черниговка она напоминает скорее небольшой ручей, текущий по узкому руслу шириной до метра. Есть вот такие крутые подъёмчики на таких вот самодельных лестницах из камней. Как нам сказали местные, сейчас в Абхазии уже можно сказать зима, погода прохладная для них, для нас очень даже приемлемая, приятная осень. Сворачиваем в джунгли, если их можно так назвать, в общем, в лесочек. Встречаются лавочки, где можно передохнуть. На многих достопримечательностях в Абхазии встречаются вот такие вот места, где люди повязывают ленточки. Но здесь в большинстве есть и влажные салфетки, и пакетики, и маски. В общем, сгодится всё, что у вас есть, чтобы завязать и загадать заветное желание. Здесь уже совсем тропа становится такой первобытной, можно сказать. Есть и ограничитель вот такой вот дерева сбоку, но пробираться уже надо по скалистой местности, по корням деревьев. В общем, имейте ввиду, направляясь в данный маршрут, что обувь должна быть удобной. Да и в принципе, у нас сколько было маршрутов до этого, самая удобная обувь – это кроссовки. Самая оптимальная. Если там был бурный поток, то тут уже такая вяло текущая река, даже похоже на такую заводь, как козерцо. Вода идеально чистая. И цвет просто нереальный. А здесь можно пойти либо прямо, либо вот сюда по мостику. Но тут, наверное, больше для фотографий, да, места? Идём дальше. На обратном пути уже будем делать красивые фоточки. Да, вот впереди туристы, Юль. Значит, мы идём верно. Я уже снимала для вас вот такие леса, когда мы ехали на озеро Рица. То, что деревья впитывают очень много влаги, покрываются мхом. И выглядит такой, как сказочный лес. Готовая декорация к русским сказкам. Конечно, без специальной физической подготовки будет тяжеловато проходить данный маршрут. Потому что, по крайней мере, вот этот участок, где нет специализированных дорожек, уже очень крутой, неровный. Так что, имейте в виду, если есть проблемы с ногами, с суставами, наверное, лучше сюда не соваться. Ну, либо прогуляться только по готовому маршруту, который был ранее с хорошими дорожками, замощёнными. Так, ну, а здесь мы уже дошли непосредственно, я думаю, до конечной точки. Потому что дальше дорожки нет. Остаётся только спуститься к воде. Здесь заметно прохладно. Если в городе мы ходили в кофточках, то здесь уже я одела куртку. Потому что здесь прям такая прохлада. И то, что мы находимся, можно сказать, в ущелье между двух гор. Рядом горная река, от неё прям идёт такой холодный воздух. В общем, ущелье бесподобное. Однозначно советую вам сюда прийти. Очень интересный национальный парк. Будет интересно как взрослым, так и детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы заходили группой бесплатно. Узнала для вас стоимость входа в ущелье. 200 рублей взрослый билет. Детям до 7 лет бесплатно. После 7 полный билет 200 рублей. Ну что, вернулись мы с этой экскурсии. Если честно, сегодняшним днём мы остались немножечко недовольны. Хотелось бы, конечно, намного больше посмотреть в Сухуми. Если предлагается обзорная экскурсия по этому городу, мы думали, что мы охватим больше достопримечательностей, интересных мест. Нам же была предложена только набережная. Точно так же потом мы где-то около полутора часа ехали до следующего места назначения Черниговки. Конечно, стоило того туда съездить. Каньон просто восхитительный. Но гид опять же нас поторапливал, что у нас всего было в распоряжении 40 минут, чтобы посмотреть, чтобы погулять, чтобы пофотографироваться, чтобы я успела всё для вас снять. И получилось как-то немножко наскоком. И потом обратно опять полтора-два часа в дороге. Вроде есть какая-то небольшая такая недосказанность, что больше ты добираешься до места, чем находишься в нём и наслаждаешься всеми видами. Ну, в какой-то степени, я думаю, это, наверное, делается для привлечения туризма, чтобы людям хотелось вернуться, ещё раз приехать, ещё раз посетить какой-то город, рассмотреть его намного обширней. В общем, если вы хотите более детальные экскурсии, их, наверное, видимо, надо как-то планировать персонально. А такого рода вот туры, как мы сейчас находимся, они немножечко делаются наскоком. Если вы, конечно, не хотите полностью погрузиться в культуру страны, города, который вы смотрите, в принципе, информации будет, наверное, достаточно. Вот, сегодняшний день мы закончим опять посиделками на море. Нам очень нравится с Юлей заканчивать день, наблюдая за морем. Нам его очень не хватает в повседневной жизни, потому что мы живём от него далеко. Желаю вам всем, кому спокойной ночи, кому доброе утро. Не знаю, в какое время суток вы будете смотреть данное видео. Надеюсь, оно будет для вас интересным. Спасибо за просмотр. До скорых встреч!